Аудитория и оратор парный танк Предлагательные, да, будем использовать. Сначала, каких ораторов любит аудитория? То есть, какими качествами должен обладать оратор, а мы подразумеваем мужчина, да, для того, чтобы его любила аудитория? Харизматичный, о-о-о, да. Уверенный, отлично. Харизматичный, заботливый, хорошо. Уверенный, хорошо. Умный, умный, мудрый. Давайте мы про мужчину скажем, даже не умный, мудрый, а вот так вот, знающий, да, решатель проблем. То есть, по большому счету, ну, мужской мозг, мужской организм, он так приспособлен решать проблемы. Он на этом настроен. Почему говорят, да, что мужчины не понимают там полутонов и намеков. Им нужно говорить напрямую, да, хочу вот то, мне нужно вот это, да. То есть, мужчина это решатель проблем. Когда вы ему ставите перед ним задачу, он, как бы, нормально это воспринимает и начинает ее решать. Поэтому, если вы для своей аудитории будете неким решателем проблем, то вам его, ее любовь, во всяком случае симпатия, гарантирована и последовательна. Вот, очень хорошее слово. То есть, мужчины, в принципе, очень любят систематизировать информацию, да, для того, чтобы выполнять все по очереди. Они же, это мы женщины с вами многозадачные, а мужчин, как бы, знаете, как в электричестве, да, бывает электрическая цепь последовательная, а бывает параллельная. Так вот, мы с вами параллельно все делаем, а они последовательны. Вот. Так вот, поскольку мы выполняем, как оратор, некоторые мужские функции, мы должны быть последовательны. Наша речь, наша аргументация, наши действия, они должны быть последовательны. И тогда аудитория к нам отнесется, как женщина. Женщина должна быть легкая. Женщина должна быть веселая, активная, легкая на подъем. Правда же? Таких женщин очень любят мужчины. Поэтому мы должны себя так вести, чтобы вот наша аудитория, наша аудитория реагировала на нас подобным образом. Вот в этом и заключается, как бы, парная станция. Помните об этом, запишите себе это. И старайтесь вот эти вот все качества по отношению к своей аудитории проявлять.